О способах преодоления современных глобальных вызовов говорил сегодня Нурсултан Азарбаев на форуме «Один пояс, один путь в Пекине». Разговор растянулся на два дня. Лидеры стран углубились в детали, которые мешают формированию мировой архитектуры. А вот как бороться с глобальными вызовами, рассказал Нурсултан Азарбаев. Ельбасе предложил новую геополитическую реальность 3D. Расшифрует Айгуля Дилова. Акварели, кисти, пайетки и даже пластилин. Мастер-класс от китайских рукодельниц «Немного времени» и вуаля, вполне сойдет для выставки. Чуть дальше книги. Много книг. Почти все они о государственном управлении Китая. Захватывает с первой страницы, вернее с первой фотографии. Здесь китайскому лидеру Си Цзиньпину 26, тут постарше, с дочерью на велосипеде, с супругой. А на этом снимке запечатлена мама председателя КНР. Ну и по традиции рецепты китайских блюд, туристические маршруты и карта Пекина на память. Чем только не займут журналистов, которые большую часть своего времени на крупнейших международных площадках проводят в долгом ожидании. Но ради нескольких протокольных кадров за ними иногда больше, чем просто снимки, стоит подождать. И вот в живописном месте, на берегу реки Янзи, место встречи лидеров стран. Как полагается джентльменам, дамам уступает. Глава МВФ Кристин Лагард, первая из прибывших гостей. Всего в Пекине 20 президентов, 12 премьер-министров, султан, эмир и канцлер. Весьма солидный состав. Показательная и рассадка лидеров. Несмотря на то, что стол круглый, особое положение некоторых участников было четко обозначено. По левую руку Нурсултан Назарбаев, по правую Владимир Путин. Удар церемониальным молотком, хоть и формальность, но на твердость намерений намекает. Решение вновь провести форум обусловлено намерением прорисовать тонкие детали на картине одного пояса, одного пути, углублять связи и насытить содержанием. Мы готовы совершенствовать концепцию сотрудничества с акцентом на высококачественную реализацию инициативы. Сегодня важно претворять все намеченные принципы в жизнь. По правилам китайского протокола, далее разговор прошел за закрытыми дверями. А вот закрытые двери в политике не есть хорошо. На что Нурсултан Назарбаев выдвинул новую геополитическую реальность 3D. Мы готовы и далее прилагать сопоставимые усилия для формирования глобальной архитектуры, которая бы содействовала решению неотложных задач в геополитике и геоэкономике. По моему мнению, это можно воплотить за счет создания новой реальности 3D, которая означает необходимость налаживания трех диалогов. Первый затрагивает глобальный уровень. Это диалог между США, Россией, Китаем и Европейским Союзом. Второй диалог необходим на уровне Евразии с целью объединения потенциалов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Третий диалог – это системный экономический диалог между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. Это заявление политика мирового масштаба, личные убеждения и его позиция. Мир всегда лучше войны. В экономике стали развязываться торговые и санкционные войны. Замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру. А это ведет к снижению темпов роста мировой экономики и, как следствие, к ухудшению положения людей, в первую очередь в развивающихся странах. Казахстан, располагаясь в самом сердце огромного континента, всегда будет выступать за более тесное партнерство в Евразии. Казахстан находится в сердце Евразии. Это стабильная страна в Центрально-Азиатском регионе. И сегодня очень выгодно и важно иметь маршрут. Я говорю про транспортно-логистические, которые проложены в Европу через Казахстан. Экономика Казахстана прогрессирует, и это факт. И кооперации, которые предлагаются Казахстаном, очень важно прислушаться. Диалог это то, что именно сейчас необходимо миру. Один пояс, один путь и есть новая модель глобализации. Инициатива смогла обойти вызовы географии и неравенства в развитии. Это возможность множества государств выстроить систему партнерства самой крупной экономикой мира по паритету покупательной способности. Но вот некоторые ставят под сомнение китайскую инициативу, называя ее долговой ловушкой. Нурсултан Азарбаев, давая интервью местным журналистам, поставил под сомнение обоснованность самой критики. Что касается долговых облигаций, это дело каждого государства. Брать долги, не брать, или брать и осваивать, или не брать. Поэтому этот вопрос риторический и не имеет никакой основы для того, чтобы критиковать. То есть это очень великая идея, которая имеет перспективу. Я сегодня говорил, что у нас есть Евразийский экономический союз. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы один пояс, один путь. Евразийский экономический союз подписали договоры. Получается очень широкая интеграция. Я убежден, что в будущем Европейский союз тоже захочет, потому что это очень выгодно. Это выгодно для процветания всех стран. Сейчас пока политика мешает, но я уверен, я знаю, что многие страны хотели бы подключиться к шелковому пути, чтобы больше общаться, больше торговать. За короткое время получилось построить экономические коридоры, которые обошли сложные природные ландшафты и геополитические противоречия. Здесь важно понимать, каждый проект – результат равноправных консультаций между всеми заинтересованными сторонами. Китай вышел в космос. Китай в оборонной политике своей обошел все другие государства. Китай сотрудничает сейчас с Россией по нефтегазовому комплексу. Через нас идет труба 40 миллиардов кубометров туркменского казахстанского газа. Труба, которую Казахстан предложил, перекачивает 20 миллионов тонн нефти, и это будет увеличиваться. Китайские компании добывают больше 20% казахстанской нефти. Больше 1200 предприятий с китайским участием работают в Казахстане. Это только в Казахстане, а Китай работает во всем мире. Работает в Африке, в Азии, в Южной Америке и во всех других странах. Я думаю, все они могут сказать. Китай никогда не диктует свои условия. Китай не говорит «живите, как мы живем». И вот они, люди, за ними возрождение древнего пути, у которого, как полагается любому масштабному проекту, есть критики, но сторонников, понятное дело, не соизмеримо больше. Один пояс, один путь отвечает интересам 125 стран. При этом всего два года назад партнеров было существенно меньше. И ведь сегодняшние масштабы не предел, учитывая, что перспективы еще шире. Новые ориентиры определяют новые дороги.